Презентуя прошлым летом электрический кроссовер Lyric, марка Cadillac призывала запастись терпением. Дескать, до конвейера модель будет добираться примерно пару лет. Однако случилось внезапное. Объявлено, что заказ можно будет оставить этой осенью. Но есть нюансы. Сейчас готов только заднеприводный вариант отдачей около 350 электрических коней. У него 100-киловаттная батарея, которой должно хватать примерно на пять сотен километров пробега. От прототипа товарное исполнение отличается мелочами. И это революция, поскольку абсолютно все стилистические традиции бренда оказались перечеркнуты. Однако задача быть не таким, как все, выполнена на 100%. Оформление салона под стать внешности. Как минимум, электрический Cadillac шокирует огромным экраном диагональю 33 дюйма. Этот дисплей заменяет собой отдельные панель приборов и тачскрин медиасистемы. Удивительно, но принцип «за все надо платить» не сработал. В США за лирика решено просить вполне умеренные для такого шедевра 60 тысяч долларов. Правда, с полным приводом модель, разумеется, выйдет дороже. Уже подзабытый нами кроссовер Honda HR-V продолжает жить и здравствовать. Впрочем, мы хорошо помним лишь машины образца 98-го года, что чаще всего возились бушными. А между тем, в Европе только что состоялась премьера третьей генерации. Расписать отличия третьего поколения от второго, пожалуй, не имеет смысла. Но коротко отметим, что кроссовер стал пропорциональнее и симпатичнее, сохранив прежний формат. То есть он продолжил оставаться одноклассником наших Каптюра и Креты. Учитывая чисто европейскую направленность, хондовцы не стали размениваться на создание нескольких модификаций, а выкатили строго одну, созданную по модным канонам. Это гибрид, построенный вокруг полуторалитрового атмосферника. Притом устроен гибрид по сложной схеме. Большую часть времени ДВС приводит только генератор, от тока которого работает электромотор, вращающий передние колеса. Но на больших скоростях бензиновый двигатель подключается напрямую. В эту схему вполне логично вписывается передний привод, однако японцы не поленились реализовать и трансмиссию 4х4 с карданным валом и многодисковой муфтой. Ради этого даже пришлось применить заднюю подвеску редкой схемы Dedeon.